Центральный офис Национального банка останется в Алматы. Напомню, ранее власти рассматривали возможность переезда финрегуляторов в столицу. Это должно было произойти до 1 января 2017 года. Однако сегодня стало известно, что передислокация отменяется. Не будет переезжать из Алматы и казахстанская фондовая биржа. Какие еще новости произошли на рынке финансов, нам расскажет наш экономический обозреватель Аирки Ермек. Пожалуй, главные заявления о будущем экономике Казахстана прозвучали сегодня на партийном съезде Нур-Атана в Астане. Но во всем по порядку. Казахстанская экспортная продукция должна расширить рынок сбыта в ближайшие 5 лет. Об этом сегодня на 17-м съезде партии Нур-Атан заявил президент Нур-Сутан Назарбаев. Помимо увеличения экспорта, отечественными производителями необходимо больше изготавливать конечных продуктов. В частности, в аграрном секторе акцент сделают на развитие инфраструктуры сельского хозяйства. Здесь внедрят новые инновационные технологии, которые помогут производить более широкую линейку товаров. Внедрение новых технологий, инфраструктуры производства, которые мы сейчас создаем, вместе с мясопроизводством и комплексами, это должно привести к росту производительности в сельском хозяйстве в полтора раза. Далее, наука, инновации. Надо развивать в основе три научно-технологических кластера. Высоких технологий, биомедицины и геологические. В парке инновационных технологий Алматы будет сформировано не менее двух экспортоориентированных направлений. Это региональный стартап, хаб и пять центров развития технологий с участием транснациональных компаний. Кроме того, Нурсултан Азарбаев призвал казахстанцев жить на тенге. О панических настроениях в связи с курсом доллара президент не разделяет. По его словам, в условиях снижения цен на сырье основного товарного экспорта Казахстана девальвация тенге была оправданной. Казахстан оказался единственным государством среди стран Евразийского экономического союза, который смог увеличить международные резервы. Об этом пишет портал ЛС. Согласно последним данным Национального банка, на 1 января 2016 года валовые международные резервы Казахстана составили 28 миллиардов долларов. Наибольшее снижение международных резервов ВИАЭС было зафиксировано в Беларуси – минус 23%. Китайские инвесторы вложили миллионы долларов в алма-атинский проект. Сегодня в мегаполисе свое производство запустил мощнейший завод по выпуску светодиодных ламп. Пока высокотехнологичный товар ориентирован на внутренний рынок. Но продукция made in Kazakhstan претендует на спрос и за рубежом. На заводе побывала моя коллега Амина Абдрахманова. В этом огромном цехе собирается высокотехнологичная и энергосберегающая продукция – светодиодные лампы, прожекторы и мониторы. Проект стоимости 4 миллиарда тенге реализуется совместно с китайскими инвесторами. Иностранные бизнесмены уже вложили в запуск производства 25 миллионов долларов. Средства понадобились на покупку новейшего оборудования и комплектующих из Поднебесной. Это позволит выпускать до 50 тысяч уличных ламп, столько же бытовых, и еще около 10 тысяч прожекторов в год. Мы уже пробные партии произвели. Вот здесь то, что вы в демонстрационном зале. Здесь вы видите это вот как раз. И сейчас все будет зависеть от заказов. Будем наращивать обороты. Пока доля казахстанского содержания в этой продукции 80%. Однако руководство компании планирует увеличить его до 100 в ближайшее время. Сейчас на заводе трудится 40 сотрудников. Местные специалисты и мастера из Китая. С увеличением мощности количество работников возрастет до 100 человек. Они сегодня вошли в карту индустриализации. То есть будет им оказана всемирная поддержка со стороны государства. И здесь создание рабочих мест, увеличение объемов. Это, конечно, естественно для нас, для нашего района. Это хорошее подспорье. В рамках государственной программы карты индустриализации компания уже получила налоговые и таможенные преференции к привозе оборудования и других комплектующих из Китая. Амина Абдрахманова, Рашидинья Купов, Телеканал Алматы.